МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Агора» и я, её ведущий, Михаил Швыдкой. 28 марта на следующей неделе исполнилось бы 150 лет великому русскому писателю Алексею Максимовичу Пешкову или Максиму Горькову, как он подписывал свои произведения. И это событие, безусловно, станет одним из центральных на следующей неделе. Ему будут посвящены большие творческие вечера в Московском художественном театре, в Центральном доме литераторов. Будет большой вечер на телеканале «Культура» 31 марта. Но это вовсе не означает, что юбилей превратится в панигирик автору матери и Фомы Гордеева. А думаю, что это станет поводом для серьёзного разговора о том, какую роль играет Максим Горький в русской литературе, какую роль в его жизни играла политика и какую роль он играл в политике. Здравствуйте. Я рад всех приветствовать в этой студии. Вы слышали, наверное, те несколько слов, которые я сказал в начале нашей программы. Поскольку здесь сидят специалисты, ну, во всяком случае, крупнейшие, может быть, на сегодняшний день, по творчеству Максима Горького. Не надо отводить скромно глаза и делать вид, что вы не знаете, кто это. Но, кроме того, здесь сидят специалисты по русской литературе, люди, которые занимались Горьким в театре и в кинематографе. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня поговорили действительно о роли писателя, оценка которого менялась во времени. И я учился в школе, когда это был абсолютно беспрекословный авторитет, писатель номер один, создатель социалистического или социального, скорее всего, социалистического реализма, человек, который, как считали тогда, был близок к власти и сделал очень многое для развития революции, революционного сознания в России. Потом оценки менялись на другие. Припомнили, что он пять раз был номинирован на Нобелевскую премию и всякий раз получал не он, и когда эту премию получил Иван Бунин, то Горький решил окончательно вернуться в Советский Союз. Опять же, я сейчас стесняюсь, говорю все это, потому что здесь сидят люди, которые действительно занимаются Горьким, действительно знают его. Но я бы хотел поговорить вообще и не только о творчестве этого писателя, а о том, какую роль в 20 веке политика играет в жизни литераторов, в жизни художников, и какую роль они пытаются сами играть в политике. Я думаю, что фигура Горького, может быть, как фигура Брехта, позволяет об этом говорить с достаточной полнотой. Итак, кто начнет? Павел, давайте вы, Павел Басинцев. Ну, если говорить о политике, я не думаю, что Горький хотел быть политической фигурой. Все-таки Горького прежде всего интересовала культура. Культура, которую он понимал очень широко. Это не только литература, не только искусство. Это вообще какие-то цивилизационные вопросы. Это было связано с его такой очень специфической религией человека. Он верил не в Бога, а в человека как некую сущность потенциальную, которая не раскрыта еще до сих пор. А в политике он участвовал, потому что политика – это часть жизни. И вне политики невозможно было сделать то, что он хотел сделать. Кроме того, я думаю, что, скажем, его дружба с Лениным, она была бы условлена не столько его желанием участвовать в делах партии, в которой он участвовал и вступил в партию, сколько вообще его интересам таким большим русским людям. Вот в этом плане для него Ленин был такой же фигурой, как, не знаю, Толстой, Шаляпин. Ему было интересно с ним. Что касается Сталина, здесь другой, конечно, вопрос и другая проблема. Горький вернулся, конечно, не потому, что он не получил Нобелевскую премию, хотя это тоже сыграло определенную роль, он, наверное, в какой-то степени мог на нее рассчитывать. Горький вернулся, потому что он почувствовал, что в эмиграции ему для деятельности, такой широкой культурной деятельности, нет ни возможностей, ни перспектив никаких. А Сталин ему эти перспективы предоставил. То есть он в обмен на то, что Горький славил, и он его действительно славил, он написал огромное количество статей, где славил Сталина и карательные органы, он не отказывал ни в чем. Институт мировой литературы, пожалуйста, Институт экспериментальной медицины, пожалуйста, серии фабрик и заводов, пожалуйста, журналы ради Бога. Вот я думаю, что участие Горького поли... Но с другой стороны, Горький, да, конечно, он еще был такой примиренец, знаете. Вот он пытался Ленина с Богдановым помирить, Сталина с оппозицией. Ему это каждый раз не удавалось, потому что политики не мирятся. Иногда он терпеть не мог крестьянство, как известно. Он считал, что крестьянство это главный враг вообще. И он Сталину это очень много, как бы, сказать, раз и писал, и говорил об этом. Он, когда надо, он был достаточно жестким человеком. Ну да, конечно, он был, когда надо, достаточно жестким человеком. Но я просто еще раз, я не считаю Горько, что Горький уж очень, так сказать, интересовался политикой. Но политика была инструмент, скорее всего. Ну вот, я к Дмитрию Быкову вопрос у меня. Но, тем не менее, он писал прокламации, из-за которой его... Причем писал прокламации иногда почти как поэмы. Там, песня об уревеснике и прокламации, какая-нибудь посвященная революции 1905 года, они просто иногда похожи по напряжению. Он писал прокламации как поэмы и писал романы как прокламации, если вспомнить, роман «Мать». Он был человеком, все-таки вовлеченным в эту политическую жизнь, не потому что он был близок с Андреевой, хотя они прожили вместе до 19-го года, а она была все-таки видным деятелем большевистской партии. Но, Дим, вот объясните мне. Вот Павел считает, что он не был человеком, вовлеченным в политику. Но человек, который едет на Соловецкий, извините, в Соловецкий лагерь, пишет об этом потом книгу. Что это значит? Он не вовлечен в политику. Он же взрослый человек, он же понимает, о чем он пишет. Так, понимаете, если рассматривать Горького в более широком европейском контексте, а кто же тогда был не вовлечен в политику? В Заляпии, что это же Кьюз, Гоузорси участвует в политических дебатах, Честертон – публицист, Киплинг – имперец. То есть вообще невозможно быть в этом не вовлеченным, потому что это начало 20-го века, это время величайшей исторической мувломки, и не вы вовлекаетесь в политику, а она стремительно врывается в вас. Это была традиция, и у меня есть ощущение, что быть политичным в это время – это не участвовать в гигантской перековке всей жизни. Это то, что писатель не может себе позволить. Помните в русской традиции писатель «Если только он, волна, океан, Россия, не может быть, не возмущен», когда возмущена стихия. Вот такая эскипистская позиция для писателя – это стало появляться во второй половине 20-го века, когда все способы социального устройства несколько себя скомпрометировали, а для начала века, для писателя, как для блока, совсем казалось. – Ну, подождите секундочку, а если о башне и слоновой кости, эти идеи же появились когда? – Понимаете, в башне и слоновой кости… – Попытка отгородиться от этого кошмара, который идёт за окнами. – В башне и слоновой кости, помните, Набоков эстет из эстетов писал, да, от детских трупиков не отсидишься. Я больше вам скажу. Вот самый эстет, самая башня и слоновой кости – это Уайльд. И он единственный, кто сел. Вот этот абсолютно аполитичный человек сел в общем по политически мотивированному делу. Так что, к сожалению, для начала 20-го века это позорная трусость не участвовать в этом. Вот я недавно, кстати, помню, с Кушнером говорил, он сказал, вот Тютчев не считал для себя зазорным спрашивать перед смертью, какие последние политические известия. А вам, видите ли, неинтересно. Но это, в общем, неприлично как-то воздерживаться от великих событий. – Сергей. – Да, совершенно очевидно, что Горький просто по природе своей был человеком неравнодушным. Его участие в политических битвах и бурях, а надо напомнить, что ему не раз, несмотря на его большой и мировой литературный успех, доводилось посидеть в тюрьме. Он находился под преследованием, и это во многом обуславливало его отъезд. Собственно говоря, попытка примирить в Италии богостроителей, богоискателей с большевистской фракцией РСДРП тоже связана как раз с этим вынужденным отъездом. Так вот, конечно, главное, что было в нем неравнодушие. Это неравнодушие позволяет оценивать его как ярчайшую и при этом, безусловно, сложнейшую личность. Даже упомянутый вами тезис о неприятии крестьянства во многом спорный. Да, безусловно, мы знаем и несвоевременные мысли, и прозу, где показывается жестокость. И даже есть известная статья о русских крестьянах, где отдельный, и даже есть сборник, в 20-е годы выпущенный, где есть отдельная статья по поводу жестокости и всего прочего. Но одновременно с этим Горький – это и сильнейшая народническая линия, линия симпатии простому человеку. Многие пытались так или иначе сомневаться в его истоках, хотя вот мне лично даже его внучки говорили, что он, и Марфа, и Дарья Максимовна, что он им рассказывал буквально то, что потом они обнаруживали в его прозе. Так вот, конечно, вот это стремление к справедливости и к защите малых, огромное и горячее сочувствие простым и бедным – это Горький. Одновременно с этим Горький – это защита интеллигенции. И очень многие в самых разных направлениях были буквально спасены им от огреты, спасены от голодной смерти, вытащены из тюрьмы. Известно, как Горький переживал по поводу того, что не смог избавить от гибели Гумилёва. И Великого князя. Да, и Великого князя. И, кстати говоря, вот этот Дом искусств, который был открыт в Петрограде Горьким, там в своё время нашёл себе место и Гумилёв. Анастасия Ивановна Цветаева, которой мне довелось быть знакомым, рассказывала мне много об его благодеяниях. Но, в общем-то, несмотря на то, что мы, конечно, ещё и коснёмся темы и Соловков, и знаменитой поездки на Беломор, вернее, так сказать, редакторства. Он был редактором этого сборника. В целом, мне кажется, что общая идея Горького была в собирании. И некоторые называют его своего рода таким красным нитшанством. Эта идея состояла в преодолении костной природы, того, что он считал мещанством. Он поэтому крестьянство ненавидел, потому что он считал, что это самая костная часть русской жизни. И одновременно он испытывал огромное сочувствие к каждому бедному, страдающему и падшему. Недаром даже в своей статье о жестокости он обращается и к Бунинской деревне, и к чеховским мужикам, и во враге, и говорит, вот вам примеры того, как надо относиться. Поверьте, и я думаю, здесь все согласятся, эти строки всё-таки пропитаны гуманистическим отношением к крестьянству. Ну вот вопрос о гуманизме, кстати сказать, я к Марине хочу обратиться, поскольку речь пойдёт о театре. Как известно, Московский художественный театр с восторгом принял и мещан, и на дне, но к дачникам Немирович относился, а уж к детям солнца совсем плохо, относился достаточно напряжённо, понимая, что вот какой-то сдвиг происходит, и вот это вот политическое, политическое на самом деле, как хотите это называйте, но когда, скажем, Петер Штайн поставил дачников, этот знаменитый монолог «Мы дети кухарок и прачек хотим урвать кусок у жизни и пожить спокойно», то есть люди, которые по идее должны быть революционным движителем, они должны быть деятелями революции, они хотят пожить спокойно, отстаньте от нас с вашей политикой, и Штайн клемил их, и Горький, естественно, вслед за Горьким клемил их, он понимал прекрасно, что вот эта среда, она антиреволюционная, и поэтому враждебна ему. Это же чистая политика. Почему у Немировича, которого был нюх на эти вещи, он это дело не принял по существу? Марин, я... Вопрос... Вопрос в чём? Вот, по-вашему, художественный театр с его удивительным, уникальным чувством современности, соотношением к Чехову, с приятием первых пьес Горького. Почему у него так разошлись пути в какой-то момент? Ну, знаете, мне кажется, что вот если у человека есть талант, дар, а Горький, безусловно, очень талантливый писатель, да, то у него есть слух, у него есть глаза, и он не может не видеть, не существовать в этом времени, не видя и не понимая, что происходит. То есть над временем талантливый человек не может быть. Время рождает талант, время родило такого Горького, и дальше как бы, просто ему досталось такое время, вот такое время, когда невозможно было иначе, да, он, если у него еще огромное сердце, тут и вот насчет гуманизма, я считаю, что у Горького просто какое-то, ну, уникальное, огромное сердце, да, вот он так это все воспринимал, боль человеческая, ну, понятно, да, и вот это сочетание таланта и большого сердца, он не мог не существовать в конфронтации с тем временем, в которое он составился, и не мог не принять какие-то вот идеи перемены этого мира, не мог, да, вот его родило это время, и что касается там художественного театра, понятно, что было чутье на талант, и, конечно, на дне это, ну, это что-то уникальное, поразительное, и то, что почувствовал Немирович Данченко, какой-то Немирович Данченко в Дачниках, это изменение Горького, конечно, он менялся, его отношение менялось, да, к тому, что происходит так же, как менялось время, он все это очень четко считывал. Ну, понимаете, ведь я обращаю этот вопрос ко всем тоже, Горький был человеком невероятных страстей, как вы знаете, у него была склонность к суициду, и в 19 лет он пытался покончить с собой, там, я не буду вам рассказывать, мне еще раз, мне неловко здесь сидят специалисты, поэтому я не специалист по Горькому, но был человеком необычайно страстным, человеком, который видел мерзости жизни, как никто, кстати, описывал их невероятно, ну, как бы сказать, смачно в своих произведениях, более такого человека, который так как безжалостный, я только может, да, ну, не знаю, Леонид Андреев, да нет, нет, и никто, и не сологуб никакой, но объясните мне, пожалуйста, одну простую вещь, почему он, тем не менее, так активно все-таки участвует в политической жизни, я понимаю, что можно же было устраниться, можно же было уйти в сторону, можно было бы заняться тем, чем занимался Бунин, не знаю, в чем дело, в чем его, такой, в чем его страсть быть на вихре перемен, Дим, не знаю, я почему-то думаю о конфетах, о шоколадных конфетах, в золотой обертке, как известно, НКВД высказала, выдвинула версию, что когда он умер в своем, не, правда, в Горьких умер, когда он умер в клетке Шехтелевской, в роскошной жемчужине Шехтелевского дома, там была одна из версий, насколько я помню, что его могли отравить шоколадными конфетами, но Горький не ел конфет. Да, это очень важно, Сереж, но он не ел шоколада, и поэтому, вот мне кажется, что в этом есть какой-то символический смысл, мне вообще кажется, что он не очень хотел быть политичным, он не очень хотел есть шоколадные конфеты, любые другие, и он не очень хотел быть вообще, возможно, что буревестником, потому что у вас совершенно потрясающие трилогии, которые я очень любил детство, и в людях, и так далее, он ведь удивительным образом, действительно деструктивно, он какой-то деструктивный гений, он такой бодлер, это цветы зла, которые написывают, возможно, что с таким наслаждением, которое даже вынуждено прятаться, возникает ощущение, что он действительно страшнее, чем Андреев, хотя, как известно, Андреев очень старался всех пугать, мне кажется, что это вот те конфеты, которыми он не мог отравиться, потому что их не ел, и революция, это была та конфета, которую он, собственно, не хотел есть. Ну, простите меня, это же не я написал песню о буревешнике, да, и никто из здесь присутствующих, это не мы написали роман «Мать», с одной стороны, а с другой стороны, как пишет Таненков, он очень старательно работал над своим образом, он вот эту свою косоворотку, как бы сказать, очень из аккуратного материала, не имеющего никакого отношения к дешевому, а это было какое-то чуть ли не шелковое, такой шелковая ткань, из которой он делал свой косоворот. Вот как это, что это, вот что это за противоречие в художнике, которые с одной стороны пишут «Мать», пишут «Буревешнике», а потом пишут, извините меня, может быть, одну из самых величайших книг русской литературы, там, одну из, «Жизнь Клима Сумгина». Это «Жизнь Клима Сумгина». Ну, да, Павел. Вы понимаете, в чем дело, «Горький» – это такая точка сборки рубежа веков, это нужно понимать. Это же время, вот чем оно отличается, собственно говоря, от 19 века, который тоже достаточно сложный, и так далее. Но тогда было более-менее все понятно. Там западники, славяны, филы, я не знаю, Герцен, там, Тургенев, Достоевский, Толстой. А вот рубеж веков – это время, когда все абсолютно раскалывается. Огромное количество философских течений, огромное количество партий, огромное количество сект, кстати, религиозных, которые там подмывают вот эту твердыню государственного православия. И «Горький» в этом плане нужно просто понимать, что вот эта единственная фигура, вокруг которой происходила какая-то сборка, он одновременно переписывается и общается с Лениным и с Розановым. Ленин с Розановым общаться не могут. Они как бы общаются через Горького. И в этом плане его участие в политике – это просто его участие в жизни этого времени. И не время делало… Оно, конечно, делало, оно делало ему моду там определенную. Во многом он делал это время. Нужно себе просто представить, что такое, допустим, издательство «Знания». Это просто, так сказать, собирание лучшей русской прозы, огромные гонорары писателей, определенная свобода для них финансовая, огромная слава для них. И это, в общем, делает один человек. Ну, гонорары были действительно огромные, потому что он платил… Ну, успех был огромный. Он платил не две копейки за строчку, а он платил там по 300, а иногда и по… Ну, гонорары… Чтобы было понятно, рюмка, буканка хлеба стоила две копейки, да, а он платил гонорар 300, 400, иногда Андрееву он заплатил чуть ли не 5,5 тысяч тогда за издание, и это привело в содрогание весь писательский мир. У меня вот такой вопрос. К Владимиру Коту, который 4 года тому назад снимал и снял картину «На дне». Я правильно дату назвал? Правильно, по-моему. Вот объясните мне, «На дне» одна из самых философских драм, которые были написаны в 20 веке, безусловно, которую ставят по-разному и в разных вариациях. Вы ее вытаскиваете из начала 19 века, бросаете на современную помойку, и эта жизнь, помойка сейчас, особенно в связи с событиями Волоколамские, становится таким трагическим символом, и это вдруг становится необычайно актуальным все равно. Ну, вы знаете, я был отравлен Горьким в школе и ненавидел «Буревестник», «Песню о Соколе». То есть, все, что в школьной программе про Горького вдалбливали, оно само по себе было, ну, отторгало. И вот в какой-то момент у каждого режиссера есть мечта прикоснуться к классике. Я пытался найти то, что я хотел бы снять, и в результате я понял, что Горького давно не снимали. Был «Куросава» и был фильм, ну, в общем, особенно на дне. И я прочел эту пьесу и понял, что это на самом деле очень плохая пьеса, потому что там нету... Это как бульон. Там не завершаются арки героев, герои уходят, приходят, просто умирают. Непонятно, кто такой Лука, непонятно, кто такие, ну, вот, обитатель ночлежки. Ну, про Луку, там замечательные фразы. Да. Ты что такой мягкий, говорит? Как что, мяли много? Мяли много, да. Это про всю русскую жизнь. Понимаешь, это очень мягкий много. И вы решили снять плохой фильм. Вы решили? Нет, я решил... Для меня вообще главный вопрос был, кто такой Лука, да? И если у Горького это Старец, а тогда в начале века Старцы, это был целый институт, Иоанн Кроштадский, тоже Распутин, это авторитеты были. При Большинском осторожно принять Кроштадскому, потому что он об этом книгу написал, да? Лука бывший. Беспач, партнер. Вот началось, нормально. Вот. То я просто сделал Луку подростком, практически мальчиком. Потому что человек, который приходит в грязный мир, он должен быть чистым. То есть вот на этом я, собственно говоря, все и построил человек, которому люди могут рассказывать свои истории. Потому что большинство вот историк, которые рассказывали Горькому, вот Горький путешествовал, и тот же Челкаш, это он не придумал. Он лежал в больнице, ему рассказали эту историю, поделились, и он написал, и в Паведии стал известным. То есть вот это Горький, он как бы умел слушать, воспринимать. То есть он не все то, о чем писал, проживал. Понимаете, да? То есть и вот тут для меня как раз я Горького на самом деле. Мне кажется, у него внутри был такой раскол. Ну то есть, понимаете, когда славить власть и при этом знать, что происходит красный террор, я не понимаю, как при этом возможно жить. Потому что, я извиняюсь, Лев Кассиль, который написал «Кундуит и Швамбранью», его родной брат в это время был, сидел и расстрелян. Ося, про которого он... Как он продолжал писать про вратарей, про и так далее, и так далее. Вот это для меня главный вопрос. И как Горький мог существовать одновременно славе эту власть, а с другой стороны писать, если враг не сдается, его надо уничтожить, или с кем вы мастера культуры. Вот что это как-то одновременно может быть в одном человеке? Вот для меня это загадка. Ну, загадка поэтому кому? Дима, загадка? Загадка. Вот, знаете, я вообще, честно говоря, был потрясен Горьким. Я, ну, как бы, читал его, я как обычный рядовой читатель. Но когда я прочел фразу по поводу самоубийства, когда он писал «В моей смерти прошу винить немецкого поэта Гейна, который изобрел зубную боль в сердце, я понял, что он чисто гений. Потому что вот так написать... Отвечайте. Он модернист. А для модерниста как раз участие в жизни норма. И что такое модерн? Искусство шагнуло в жизнь. Ну и шоу, ваш любимый, и все остальные. Они начали жизнетворчество. И творить собственную жизнь, и совершенно это не противоречит. Следить за модой и носить правильную косворотку. Это участие в перекройке мира. И то, что вот вы говорите, да, он действительно, как-то он мог спрашивать, с кем вы мастера культуры. Не забывайте, что в 30-е годы во всем европейском пространстве набирает силу фашизм, агрессивная, страшная архаика. И защита идей модерна в это время это быть на стороне Советского Союза. А что Андрей Жита, Фихт Вангер, как они это все защищали? Ведь Сталин воспринимался как альтернатива этому древнему пещерному страшно могущественному злу Амальерову. Понимаете, вся эта публика, они вовсе не оправдывали, я вам хочу сказать, они совершенно не оправдывали Красный Террор. Больше, я вам скажу, Горький на время Красного Террора благополучно эмигрировал. Он вернулся, когда, как ему казалось, здесь строится дивный новый мир. И идея перековки человека, его любимая идея, совершенно точно совпадает и с Макаренко, и с Соловками. Ну, я вам должен сказать, что мой любимый Бернард Шоу, о котором вы говорите, он тоже приезжал в Советскую Россию, отмечал свой юбилей, говорил там всякие слова, а идея была простая. А, в это время во Франции формируется антифашистский фронт, огромный, левый, культурный, да? И во-вторых, и вот то, о чем сказал Дима, и вот этот вопрос, который я хотел бы всем задать. У Горького, как у Красного, нет шанса, как у кого угодно, потому что он, конечно, начитался Ницше, начитался Шти, ну, кого только не начитался, да? Была идея создания нового человека. И вот эта идея, которая вообще, большевистская идея, довольно, как бы сказать, она амбициозная, да, невероятная, и одновременно абсолютно тупиковая, потому что Советский Союз распался, потому что Совет нового человека не сделали, а идея была амбициозная, невероятная. У меня вопрос, у меня вопрос, у меня вопрос Сергею, вот какой. Вы только что сравнительно недавно выписали книжку про Катаева, где уж вот тут-то была его игра с властью, и его игра в политику, в которую он иногда заигрывался, иногда выигрывал, тоже вот объясните мне, разницу можете сказать? Да, конечно, разница очевидна, потому что Катаев, это по выражению Втушенко, вездесущий затворник, человек, вот уж действительно увлеченный, прежде всего, эстетикой, но волею судеб, и в том числе благодаря своему воспитанию, а дальше уже через офицерскую доблесть, оказавшись в горниле гражданской войны, его металла от белых к красным и обратно, и это огромная амплитуда судьбы, от камеры смертников, где чуть не расстреляли, до золотой звезды героя социалистического труда. Но в каком-то смысле любой яркий художник прошел через это. У меня вспоминается история с поездкой Леонова и Катаева к Горькому, еще не вернувшемуся в советскую Россию, и несколькие моменты как раз очень характеризуют личность Алексея Максимовича. Например, абсолютно заводной характер, сверкающие глаза, дикая энергетика, о которой вспоминал Катаев, который обратился к уже немолодому Горькому с вопросом, так сколько же вам лет, когда тот плясал на рассвете всегда 17, ответил ему, сверкнув глазами Горький. На самом деле, если говорить о том, почему Горький и политика, Горький и русская драма, Горький и буря, почему Горький буревестник, конечно, истоки здесь и в самом характере Алексея Максимовича, потому что человек необычайно крепкий, с необычайной внутренней силой, с необычайной внутренней мотивированностью на свершение. Человек, который успевал очень многое. Но это надо спросить у Берберовой, у Бронессы Бутберг, он был всегда готов на свершение. Вот, так вот, значит, это правда, да. Это известно, да. Про Чехова то же самое пишут, и можно найти это в переписке. Не в этом только лишь дело, как известно. Огромная переписка Горького, которую он вел каждый день. Огромное количество книг, журналов, газет, которые он успевал перелопачивать. Желание участвовать во всех вопросах жизни. И сама идея, кстати, перековки, но мы можем вспомнить другого, не шанса по его взглядам, Михаила Зощенко, который, как известно, участвовал в этом сборнике, посвященном Беломорканалу, написал текст под названием «История одной перековки». И уже спустя всё, спустя Ждановское постановление, после травли, после смерти, Сталина всё равно говорил, что был прав с этим своим текстом и находился в своей правде и в своей логике. Так вот, Горький, конечно, это и попытка создания собственного театра, и Горький драматург. Это мощнейшее издательство. Это стремление участвовать во всех вопросах, примерять всех, соединять, скреплять. То есть ему просто на всё хватало сил и времени. Но и вообще противоречие здесь ещё состоит и вот в чём. С одной стороны, да, казалось бы, красный нитшианец, казалось бы, яркая индивидуальность. Но Горький – это не просто индивидуализм, это вера в возможность солидарных действий. И отсюда не случайно, например, легенда о Ларе в «Старухе и Зергиль». Мы всегда вспоминаем про Данка с вырванным сердцем, что действительно очень важно для понимания Горького. Но кто такая Лара? Это история как раз суперэгоцентризма, превращения собственного в дара в абсолютную такую хладную отмороженность. Как раз, может быть, отчасти и та самая башня из слоновой кости. Нет, говорил он, соединить усилия всех. И в этом и народничество Горького. Вера в том, что простые люди могут подняться. Для этого нужна культура, которая проживает. Но при этом, тем не менее, вот в отличие от Достоевского, он вообще был человеком, который любил плакать. Марина это знает, все историки театра это знают. Он приходил в художественный театр, на репетицию своей пьесы, садился, и как только раздавались первые звуки его слов, он начинал плакать и очень умилялся вообще всему этому делу. Ну вот со слезой ребенка, там со слезой ребенка было все значительно сложнее. Потому что вот то, о чем говорил Владимир, как он мог это все примерять в себе, зная все, он был очень умным человеком. Он не был глупцом. И ни за какие деньги гослито, он не мог отшибить себе свое сознание, понимаете, которое он получал там с 27-го года. Вот как внутри с этим можно было жить? Трудно. Чудовищно. Мне кажется, знаете, вот у него есть этот образ, вот для меня горький, вот есть образ в рассказе «Страсти и мордасти», когда звезда в луже. Есть лужа, в которой отражается звезда. И его вот это желание переделки мира, переделки людей, что-то сделать с этой лужей, невероятная вера в эту звезду, в людях. И откуда такое мощное сострадание к людям, которые к несовершенству мира. Он не мог это не принимать, не мог это не пытаться переделывать. Другое дело, к каким результатам это привело, как человек умный, он, конечно, все понимал, и эта зубная боль в сердце, ну как, на разрыв сердца. Но все, что мог в этой ситуации сделать того, что он мог, все, что касается огромной защиты людей, всех этих изданий, сохранения культуры, он же очень много для этого делал. Он вернул серию жизни замечательных людей, до создания союза писателей. Я понимаю, заодно это, сидящие здесь должны быть благодарны. Горький, извините, трех прожайков. Да, Павел. Вот Марина очень точно вспомнила Страсти Мордасти, которая очень много объясняет вообще в том, почему Горький иногда вел себя там, с нашей точки зрения, там, негуманно, да. В Страсти Мордасти он описывает раннюю историю, когда он попадает в дом, где живет, там, подвал, живет проститутка, которая умлет от сифилиса, у нее ребенок инвалид, она поет ему колыбельную, придут Страсти Мордасти, разорвут тебя на части, ужас просто, так сказать. Вот слезинка ребенка. И рассказ потрясающе заканчивается. Он выходит и пишет, я заскрипел зубами, чтобы не заплакать. Вот этот скрип зубами, либо плакать, да, и тогда не участвовать, либо скрипеть зубами и что-то делать. Вот Горький делал. И две все-таки поправки. Горький не болел туберкулезом, он думал, что у него не было туберкулеза, и по поводу слез Горького, вы знаете, это качество человека 19 века. Они плакали все. Толстой плакал по любому поводу. В молодости, в детстве, в старости, от радости, от горя, от чего угодно. Поэтому Горький в этом плане не был каким-то исключением. А у меня вопрос такой. Дмитрий Быков, Дмитрий Львович, назвал Горького модернистом. Вот если взять, мы сейчас говорили о прозе, о драме, а если взять его стихотворное сочинение, там есть печать как бы модернистская или там есть печать вот того движения, которое в поэзии... Его поэтические вещи откровенно слабые, они же плохие. Ну, в человеке есть, конечно. Мы говорим про стихи, он говорит... Но человек – это поэма. А, легенда Маркова. Так шествует мятежный человек. А почему вы считаете, что это слабые стихи? Ну, их же читали, ими были заворожены. Ими, да, зачитывались. Ну, что теперь? Это же не означает, что они хорошие стихи. Он, это самое... Как поэт, лирический он слаб, но как сатирик он великолепен. Он был гениальный пародист. Смерть прекрасная совершенно. Ну, девочка, и смерть, конечно, посильнее, так сказать. Фаустер Георгий, она правда прекрасна. У него гениальные были пародии. Как всех хором процитировали Шталина. Понимаете, Сологуб же хотел с ним стреляться из-за сказки. Помните, когда всюду жирный, трупный запах, смерть над миром, проняла жизнь у её когтистых лапах, как овца в когтях орла. Ну, замечательная пародия и все стихи Смертьяшкина, и День погибших ранее замечательные стихи. Он, когда издевался, был гением, а когда впадал в пафос, получались сопли. Но надо сказать, что когда он издевался, как театральный критик, поскольку, когда он писал и гудил как Хламидо, он писал вещи страшные совершенно. Жестокие. Там актёр Н выглядел как куль соли и куль муки. А критика... Это была критика театральная. Я говорю, что если посмотреть правде в глаза, Бревесник все помнят. И дело не в том, что на самом деле нас заставляли... Они плохие стихи. Да, и они плохие. Не плохие. Мне тоже кажется, что они не плохие стихи. Мы все помним это. Я вам больше скажу, так в Хорее, в русском, очень мало таких удачных текстов. Вот, я тоже это самое... Ребята, вот теперь вопрос, чем не менее, это хорошие стихи или это потому, что мы их заучивали в школе многократно на разные лады? Да нет, ну что, это глупый пинген, робко прячет тело... Мы много что заучивали, мы много что заучивали наизусть, я ничего не помню. Ну, а Бревесник я помню. Она мнемонически очень удивительная вещь. Им Гагарам недоступна. Да, да, ветер будет, гром грохочет. Пусть скорее глянет буря. Колорит какой замечательный. Ребят, мы можем сейчас закончить правду, просто начнем читать стихи Маяковского, Горького, и с этими Маяковского задом. Можно я скажу про школу, можно я скажу одну реплику? Маша, конечно, Мария. Как я со студентом, сегодняшним студентом дала рассказ Горького, а они, у меня такие милиция, и в результате, когда они прочитали, они мне сказали, ну вот если бы мы не знали, что это Горький, мы бы сказали, что это очень хороший писатель. Я говорю, откуда у вас такое предубеждение, откуда? Конечно, он же прежде всего интересный. Вы знаете, произошло нечто обратное, то есть, наоборот, был мировым. Мне вот интересно, я хочу понять одну простую вещь, да? Я помню, как начинался спектакль «Мать» на театре на Таганке, помните, голос Юрия Петровича говорил, тьма, 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 тьма и так далее. Но вот «Мать» это хороший роман? Отличный. Он немножко затянут, но ведь давайте правду скажем, это же роман об ожидании Третьего Завета. Вот был жестокий бог-отец, был бог-сын, который не справился, придет богиня-мать, новое божество, и этого ждут очень многие, и эта идея Третьего Завета, она была для Мережковского весьма характерна. Это вообще роман о смене христианской парадигмы, о торжестве богини-матери. И между нами, говоря, такие герои, как Наташа или Находка, ведь тоже вырезаются. Павел слабый, а Находка отличная. Ну, надо сказать, что Бернард Шоу, поэтому к нему и относился с уважением, потому что он тоже читал «Великий переменный, переход богини-матери». Богини-матери сушеной. А вам этот роман, вы читали его вообще? Да-да, читал. Точно? Да, конечно. Читал. И более того, снимал сейчас недавно с оператором Михаилом Аграновичем, который снимал этот фильм с Панфилом из Чуриковой. Он много рассказывал про... Вы знаете... Сопрещенные люди? Вот такой фильм. Да. Мне кажется, что роман «Мать» и вообще все, что связано с... Для меня это как стихотворение про маму, когда... в детском саду, когда ребенок читает стихи про маму, и родители плачут. Я извиняюсь, это мое такое ощущение. Ну, есть, там есть этот пафос дутый. Ну, что... Он не всегда дутый. Все зависит от того, кто читает и когда читает. И мне кажется, что горький, он иногда бывает настолько нежный, что не очень вяжется с его соклом и с орлом и так далее. То есть нежность Горького, она не менее важна, чем его революционный пафос. Горький нежный. Да, а вы помните потрясающий рассказ, когда солдаты, ну, где-то находясь в каком-то дворе, полюбили хромоножку, девочку, я не помню, но она какая-то такая девушка. И вдруг неожиданно, почему-то, по пьяной лавочке... 26,1. Да, да, да. Они почему-то стали, ну, как бы, продумывать проект о ее соблазнении. Или кто-то там высказал это предположение. Никто в это не верит, что она такая чистая, это может сделать. А солдат, я не помню, как его звали, он смог, и она выходит, и ее лицо светится из этого амбара, сараи, я не помню, откуда. Они обступают ее и начинают плевать ей в лицо, кричать самые обидные слова. И она, я не помню, она убегает, и, в общем, больше она там уже не появляется. Но поразительно, ведь это совершенно история Достоевского типа. Очень точно, да. Да, что вдруг из нас, вот к вопросу... Страшный такой стародок. Из нас вылезает этот чудес, этот чужой, который жирает то, что мы любили, и то, что мы носили на руках и хотели боготворить. У него вообще к Эрусу очень сложное отношение. Да, 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 это очень сильно. Он и зависит, и ненавидит. Самый страшный рассказ эротический в русской литературе это «Сторож». Более грязного, более страшного текста нельзя... Понимаете, нежнейший Набоков был здесь запрещен, а этот «Сторож» украшал собой 20-й том, 30-ти томник, и все могли вычислить, это невозможно читать, это ужас, это сцена оргии. Он ненавидел это дело, зависел от него, и, может быть, кстати говоря, в революции искал от него спасение. Может быть, да. И в последний. То есть освобождение от Эроша? Освобождение... Ну, слушайте, революция – это освобождение от смерти. И от Эроша в частности. Это Эдкин придумал. Ну, на самом деле, Горький – это еще и поиск бессмертия, кстати говоря. Это одна из ключевых тем. Известно даже, когда умирал его горячо любимый сын в этот момент. Горький вел с крупным профессором разговор о смерти, когда сообщили, что сын умер... Это уже не тема. Это уже не тема. Ужас. Но на самом деле, и мистицизм Горького – это отдельная тема, конечно, потому что, с одной стороны, он, казалось бы, материалист, с другой стороны, интересующийся эспиритизмом и много чем другим. Мне, например, Анастасия Ивановна Цветаева рассказывала о каких-то его удивительных психологических способностях, когда она говорила, Алексей Максимович, а вы читали? Льюиса Кэрролла, спрашивал он. Откуда вы знаете? И, например, внучки рассказывали, что когда Горький умирал, в ясный день разразилась безумная гроза, и она длилась именно время его умирания, и ворвалась огромная черная ворона, которая металась из комнаты в комнату. Точно так же птица влетела, когда умирала, собственно, их бабушка. Но, на самом деле, возвращаясь к теме стихов, но самое-то главное, что, как это очень часто бывает у хороших прозаиков, у прекрасных, у великих прозаиков, собственно, поэзия и пропитывала его прозу, начиная ещё с Макара Чудры. И лучшие вещи, я всё-таки их назову, которые для меня самые любимые, ну, конечно, это трилогия «Детство в людях моей университеты», это цикл по Руси, и это жизнь Клима Семгина, на мой взгляд, прежде всего пропитаны этими красками, этой поэзией. И Горький — это вертикаль, которая уводит к некой мечте, к преодолению человеческого и уводит в адские бездны, показывая, как может низко пасть человек, и всё это сверхчеловеческие возможности, которые он показывает, как горький поэт. Поэт в прозе, поэт в мысли, поэт в действии. И тем не менее, я вернусь к теме, которую мы начинали. Вот его вовлечённость в политику. Вот, скажем, есть писатели, которые не стеснялись своей вовлечённости в политику, которые считали своей миссией политическую деятельность. Тут я называл Брехта, можно назвать Романа Ролана в какой-то момент. Были великие писатели, которые политику сделали частью, как бы сказать, не частью, а важным, самым главным в своём творчестве. Я с этим вспомню замечательный диалог, когда Наполеон, ему было интересно поговорить с Гёте, и он его пригласил в 1807 году, и они встретились, друг другу не понравились совсем, потому что потом Гёте говорил, они говорили о Роке, и вдруг Наполеон сказал, да какой Рок? Политика, вот судьба. Вот есть для писателей, как и для политических, политика судьба. Для Горького политика была судьбой? Или всё-таки нет? Или всё-таки он её бежал, всё-таки он пытался найти что-то другое? А вы знаете, что его комната в Шехтеревском доме была, кабинет, была точно такой же, но имеется в виду вся мебель и всё прочее, как в Италии. Я только забыл, где он был? В Соренто. В Соренто. Точно такой же. Вообще, это человек-улитка, который носил свой дом с собой. И я думаю, что на самом деле, отвечая на ваш вопрос, нет, конечно. Нет. Когда Ниловна кричит, душу воскрейшую не убьют, это политика или нет? Политика – это концентрированное выражение морали, а в осени какое-то делание бабок. Вот и всё. И он, конечно... С каких пор дем политика – это концентрированное выражение морали? Концентрированное выражение общественной морали, потому что, что люди позволяют собой делать, того они и стоят. Ну, Ниловна – это политическая фигура. Это воскресшая душа. Павел Власов – политик. Какой он политик? Газета «Копейка», слушайте. Но это воскресение души, а вовсе не борьба за власть. Просто в наше время слово «политика» и «политик» зачастую слова ругательные. Мне, например, было бы неприятно, если бы меня называли политиком, потому что это слово сейчас профанированное и почти бранное. Но, конечно, стремление... Вы были депутатом государственной думы. Вы все равно политик. Да, но главное, знаете, для меня лично... И в этом смысле, конечно, будет нескромно называть себя одним из подмаксимовиков. Нет, конечно, но народнические традиции русской литературы, защиту униженных, слабых и возможность помогать бедным, несчастным людям, да, это важно для меня. Если это политика, пускай это будет политика. Но скажите мне, пожалуйста, вот очень часто, Марин и Володя, очень часто на дне, кстати сказать, трактуют как такую политическую пьесу. Если кто-то помнит старый спектакль современника, это было ощущение именно такого мощного политического импульса, потому что действие происходило где-то вот действительно на дне, где концентрировалась, бурлила какая-то невероятная непонятная сила, которая должна была выплеснуться куда-то. Вот на дне, по-вашему, что это за пьеса, которая так не нравится Володе? Да, да, хорошая, плохая, мне даже не важно, хорошая или плохая, мне важно, что он заглянул куда-то туда, да, куда мало кто заглядывает, но горький. И вот когда, особенно когда идет речь, допустим, о современной драматургии, что какая она чернушная, и вообще как это все сейчас плохо, молодежь пишет, то у меня есть на что опираться, у меня есть «Горький над ней» и «Достоевский», весь целиком, собственно, да, то есть это сострадание к людям, да, и к людям, которым хуже, чем тебе. И то, что вот он шагнул в эту область, что он шагнул туда, в эту ночлежку, это уже делает эту пьесу, ну, просто грандиозной для русской литературы, для литературы, тем более, что это потом Дамхат, МХТ тогда, да, взял и тоже туда заглянул. Революционно ли это? Это, как сказать, это опять же-таки это несогласие с порядком, который существует в мире, потому что, возможно, так жить, да, вот это та идея, которая заложена в этой пьесе, что жизнь может быть такой, и с этим надо что-то делать, с этим надо что-то бороться, политика, это революция, что это, нравственное начало, как хотите. Ну, вот скажите мне, пожалуйста, ведь «Горький» достаточно сложно, и я считаю, что это один из таких, одна из примет вообще литературы и в целом художественного творчества XX века, очень сложно относился к понятию «маленький человек». Вот, когда он терпеть не мог этого понять, когда мы говорим, что он сострадал, что он плакал, это ведь тоже все, он терпеть не мог маленького человека, как его потом терпеть не мог, ну, могу называть там весь список большой литературы мировой. Он хотел его вырастить. Что изменилось вообще в XX веке в отношении к маленькому человеку, и что Горький услышал, это ведь не только его, это в целом что-то такое, он боится этого человека на дне, кстати сказать, потому что на дне ведь уходят все моральные принципы. Ведь, понимаете, это ведь тоже вещь такая, вот когда говорят «Уйдем бомжи, там вот будет, там мы уйдем от социальной системы». Ни черта подобного. Я думаю, что это усталость, во-первых, от штампа, а у него было хорошее ухо, и уже маленький человек просто набил оскомину. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, он понимал, что в этом якобы маленьком человеке броет такие бездны, собственно, что и показал весь Серебряный век и все дальнейшее, и так выплеснулось потом в Россию, да, а потом и в Германию, везде, весь мир полыхнул, что он просто понимал, что это просто неадекватное название, нету маленького человека. Ну, извините меня, весь фашизм состоит из маленьких людей. Как только человеком можно лепить что угодно... Это кажется. Ты при всем при этом думаешь, что ты не маленький? А, конечно. Но ты не маленький. Паш, Горький, особенно ранний, это определенная такая отрицательная реакция, скажем, на традицию русской литературы, с ее народопоклонством, с ее, значит, вот таким сентиментальным отношением к маленькому человеку. Народопоклонство почему? Потому что у интеллигенции, у аристократии был комплекс вины перед народом. Народ трудится, страдает, а мы, значит, здесь, ну, толстой, да, толстой это воплотил просто в таком концентрированном виде. У Горького этого комплекса не было и быть не могло. Он вышел из среды цеховых, мещан, он этот народ видел, мужики его били и чуть не убили там в Кандыбино. Что касается маленького человека, да, это такая реакция Горький, тем и становится интересен в конце 19-го, начало 20-го века, что он приходит с такими сильными аморальными героями. Это может быть Сатин, это может быть Челкаш, это может быть Мальва, и это это было связано с нитшианством, безусловно. Красивый цинизм, помните? Но, простите меня, они аморальные или внеморальные, это разные все-таки вещи? Ну, они отвержены, безусловно. Они нарушаются. у раннего Горького есть определенная эстетизация, скажем так, зла. Вот Челкаш, это в общем-то зло, да, он вор, он там, и он убит. Но Горький им любуется. Да, Горький им любуется. А Гаврила, Гаврила, вот крестьянин, который пришел зарабатывать на семью, на самом деле, то есть он, в принципе, воплощение добра, да, такого, бытового, обычного. Гаврила ему неприятен, Челкаш великолепен. Ну, по крайней мере, потом он по-другому относился к босякам, он вообще менялся. Как он немножко разбогател, да, босячи-то ушло. Да, он коллекционирование не прошло. Он все просто увидел, что это не... Все равно есть романтизация вот этих аморальных героев, то есть вначале же Горький, ну и для меня, он был как романтик вот этой жизни, походной, абсолютно, когда аморальные каторжники и люди вне, как бы, социальных слоев, он их романтизировал, на самом деле. Ну, не только же босяки. Горькому давались два социальных типа. Босяки и купцы-миллионщики. А миллионщики, они аморальные тиры. Которые он тоже люболосы, кстати говоря. Да, кто, кто, как заработал... Это же... Что за всем этим стояло? Посмотрите. Помогардеев, Артамонов и Васа, Егор Балычев. За этим стоял своеобразный эстетист. Жизнь за этим стояла. Жизнь, конечно. Ну, помните, вспоминает Бунин, да, что он восхищался ворами, убийцами и купцами. Крачевая походка вора. Крачевая походка вора. Это, вот как правильно писал Синявский, вор эстетическая категория. И когда Горького обчистили на базаре в Соренто, он восхищался тем, как артистично это было продянуто. Так что, это эстетика, конечно. Да, но, одновременно с этим. Ведь маленький человек это тот, кого нужно вырастить. То есть, его, конечно, привлекали и восхищали все выламывающиеся личности. Но одновременно и сам Горький, ведь его же нельзя назвать просто живущим там на широкую ногу. Одновременно это история с самоограничением. Горький, вот здесь были упомянуты фарфоровая коллекция или, значит, соответствующая одежка. Но Горький, это же еще и аскетизм, и отречение от мещанства. Например, внучки рассказывали мне, когда они вышли к Луначарскому в роскошных платьях, Горький возмутился, заставил снять и отдать в детский дом тем, кто нуждается. Когда Марфа, значит, выкидывала свой обед куда-то в камеру, он схватил его на руку и кричал, Если вспомнить, что он из шелка делал косоворотку, то тут есть, может быть, еще и игра весьма серьезная. А вот какую, Марина, какую бы пьесу, я знаю, что вы будете делать вечером в Центральном доме литератора. Вот какая тема будет главная для вас все-таки? Нет, там все-таки там Горький с разных сторон, да. Но вообще, если говорить о моем самом сильном впечатлении театральном, то оно связано с Горьким, причем дважды. Это Мещане Товстоногова и Васильева Анатолия. Вот это потрясение. Я тут сейчас подумала, думаю, господи, это два потрясения, которые не могу забыть, и оба связаны с этим именем. Ну, действительно. Володь, а вы видели Мещан Товстоноговский? Нет. Я видел, когда я пытался снимать фильм, я посмотрел телеверсию. Мне сложно судить о нем. Ну, о спектакле, потому что телеверсии не передает... А в рамке сейчас замечательный спектакль В рамке поставили сейчас замечательный спектакль по Коновалову. Очень такой камерный, светлый, добрый, молодой актер. У меня такой вопрос ко всем. Это все возвращение Горького. Вот скажите мне, пожалуйста, сегодня, 2018 год, март месяц, мы отмечаем на следующей неделе 150-летие Максима Горького. В сегодняшней литературе политика играет какую-то, какую бы то ни было роль. Дима. Да, конечно. Играет. Я должен как-то развить эту мысль. Я должен как-то развить эту мысль. Ну, вы ничего не должны, но если смотрите, мы прекрасно. Мы реагируем, конечно. И расколы относительно общества, и расколы бывших стран и все прочее, в смысле бывших республик. Это все проходит через нас, конечно. А это отражается в литературе? Конечно, это очень сильно отражается, к сожалению. Лучше бы сидеть в... Где он еще раз сидел, Дмитрий Львович? Спасибо, нет, я имею в виду Соренто. Соренто. Спасибо. Очень хочется сидеть в Соренто. Нет, кто-то сидит в Соренто. Паш, а вы... Соренто. Сейчас такое делается. Очевидно сегодня, но я скорее печально на это смотрю, потому что у меня такое ощущение, что писатели как-то и политики это толком не делают. А то, что они раскололись и то, что политика страшно влияет сегодня. Политика страшно влияет на них. Не уверен, что они очень сильно влияют на нее. Ну, вот смотрите, Марина будет отвечать. Я напомню просто, когда-то Михаил Сергеевич Горбачев, когда он там приходил к Олегу Ефремову в Амхат, он говорил о том, что на него вообще посещение театра, книги Айтматова и вообще проза тогдашняя шестидесятническая и семидесятническая повлияла на его мироощущение. Вот тогда было такое, может быть, иллюзорное представление о том, что культура влияет на политику или на политиков. А сейчас, Марина? Мне кажется, не может не влиять. Я вот, я начала с этого, да, что художник, он порождение времени. И даже если ты становишься в позицию над, да, это все равно твоя позиция по отношению к этому времени. Значит, я это время не принимаю. Тут, ну как-то... Ну, нужно быть горьким, чтобы тебя услышали при этом. Сергей? Мне представляется, что совестливость, сопереживание другим людям, способность выйти из некого такого политического, элитарного кокона, это то, что остается всегда актуальным и всегда важным. Так же, как и сочувствие униженным и оскорбленным. Что касается сюжетов нашей жизни, они так или иначе социальные. Вот у меня сейчас вышла книжка рассказов под названием «Свои». Там есть рассказ про толстяка, похмельного депутата, который потерял свое удостоверение. У меня есть рассказ про человека... Не пугайте нас, только это страшное дело. Это как партбилет. Про человека из массовки, который сидит, значит, и хлопает, в какой-то момент взбунтовался во время шоу. Или рассказ свой про парня, который поехал добровольцем на Донбасс. Все это наша жизнь. Конечно, это питает литературу, а как иначе? Дим, ну, вот скажем, при этом я с большим интересом и с удовольствием прочитал июнь. Эта книга совсем не про современную жизнь. Но в вашей жизни политика играет какую-то роль? Или вы ее боитесь? Или вы ее бежите? Это вот такой существенный вопрос. Я продолжаю настаивать на том, что политика это концентрированное выражение страны. Вот это ее лицо. Блок говорил, это маленькая заводь вроде маркизовой лужи. Я вот, кто я такой, чтобы не соглашаться, но я не соглашаюсь. Мне кажется, это то, какой страну видит. Политика это вообще имидж, образ, духовная суть страны. Мы от этого не убежим. Других выражений у нее нет. Политика и культура. Володь. Ну, мне кажется, что на меня политика влияет, а я на нее нет. И мне кажется, что сейчас как раз та ситуация, когда политика влияет на культуру, а культура в обратную сторону вообще никак не влияет. прервалась коммуникация? Ну, иначе бы Серебренников давно вышел бы из тюрьмы. Ну, я думаю, что это, так сказать, ну, это совершенно другое. Но если бы она не влияла, он бы там и не был. Контакты нет. Ну, ребят, это совсем другая история. Это другая коммуникация. Это библиотеки, книжные магазины, которые уничтожаются на наших глазах, и тоже огромная задача повлиять на тех, кто принимает решение. А что это значит, что уничтожается? Чтобы это остановить? Вот тут сидел недавно Владимир Викторович Григорьев, говорил, что за последний год открылось 100 новых книжных магазинов. И 500 закрылось. Вот, пожалуйста. Вы знаете, у меня еще один вопрос. Поскольку у нас время не так много, я прошу прощения, я задам еще один вопрос, и мы будем, к сожалению, завершать программу. А вот, кто по-вашему, знаете, как раньше, во время, когда ты куда-нибудь приезжал, говорили, там, в каком-нибудь городе или в какой-нибудь республике, это наш Горький. Это наш Горький. Вот этот вот человек, да, это наш Горький. Вот, кого бы сейчас вы назвали нашим Горьким? Есть ли вообще писатели сегодняшней русской литературы, которые продолжают традицию Горького? Дим. Быков. Нет. Нет, я... Но я его люблю все равно, приятно. Так, Павел, скажите. Нет, я думаю, что нет. Вообще, на самом деле, Горький ведь и на советских писателей, как писателей, не очень влиял. скорее, достояние Достоевского мне ровно дышали, Гоголев. Вот. А почему? Ну, Горький был, мне кажется, для них... Скорее, он попытался меняться, вот особенно в 20-е годы, писать такую модерновую прозу, там, заметки из дневника, там, рассказы 20-х годов. Он для них, мне кажется, слишком традиционен был, такая, все-таки, такой социально-психологический роман. А мне кажется, что как раз в драматургии современной очень много сейчас вещей, которые схожи с этим жестким взглядом Горького на мир и на людей. Ну, кто? Ну, например, жуткая пьеса Романа Дымшакова «Рокитянка». Жуткая. Но мне не кажется, что у Горького, мне кажется, рассказы есть не менее жуткие, да? На мой взгляд, те писатели, у которых остро проявлена социальность, те, которые ярко показывают те самые свинцовые мирности жизни, те, которые откровенно стремятся к справедливости. А это значит и Прилепин, и Сенчин, и Садулаев, и Гуцко, и многие другие современные прозаики. Дмитрий. Я бы поискал где-то среди молодых новеллистов. Мне кажется, некоторые потенции в этом смысле есть у Сальникова, как ни странно, в Петровых, в Гриппе, потому что там картина этого города Гриппозного, она очень точна, она Горьковская. Валюк. Иванов. Алексей. Да. Он Толстой. Ребята, к сожалению, мы вынуждены этим перечислением заканчивать нашу программу, но я думаю, что вся, повторю, следующая неделя, не только следующая неделя, я думаю, что вся наша жизнь и жизнь России так или иначе будет обращать свой взор на творчество Максима Горького, писателя острого, великого, противоречивого, болезненного, выдающегося. В нем есть тот клубок страстей и противоречий, которые есть в нашей стране, в ее прошлом, настоящем и, я уверен, будущем. Вы смотрели программу Агора. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова